У нас не было другого... Губернатор Кубани провел совещание с теми, от кого напрямую зависит процесс ценообразования. С производителями, оптовиками и представителями торговых сетей Александр Ткачев обсудил меры по недопущению дальнейшего завышения цифр на ценниках. По прогнозам экономистов, пик их роста придется на март-апрель. Но уже сегодня на прилавках некоторых магазинов почти в полтора раза подорожали крупы и овощи. Такая ситуация, по мнению главы региона, на Кубани просто недопустима. В недавние проверки генеральной прокуратуры показали, что ситуация не совсем однозначна по территории края и требует более пристального внимания со стороны государства. По отдельным позициям товаров выявлен рост до 30%. Это, конечно, недопустимо. Капуста поднялась в цене на 40-50%, но это же безобразие. По прогнозу Центробанка, инфляция в России в текущем году может составить порядка 15%, а пик роста потребительских цен придется на март-апрель, то есть буквально через месяц-полтора. И, конечно, жители края должны достойно пройти этот период. Еще в 2007 году краевыми властями был сформирован список социально значимых продуктов, торговая наценка на которые не может превышать более 10%. В этот перечень входят хлеб, яйца, подсолнечное масло и молочная продукция. При дальнейшем необоснованном завышении цены этот список будет расширен, сказал Александр Ткачев. В свою очередь, по словам предпринимателя Сергея Галицкого, крупнейшая торговая сеть «Магнит» также намерена на некоторое время заморозить ценники на 20 товаров. Спасибо.